Как встретились, так и поговорили. Я хочу использовать эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что там. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начинается программа «Встретились, поговорили». Вот у нас новая встреча с кучем. Ольга Троицына сегодня у нас на прямой связи. Здравствуйте, добрый день и доброе утро, Ольга. Слышно нас, да? Все в порядке? Да, слышно. Как говорил, не видно, но слышно. Доброе утро, очень приятно. Хотя бы голос слышу. Но самый главный голос – это для радио. Но и мы, как в прошлый раз, когда мы беседовали на теме того, как справиться с трудностями коронавируса и с последствиями таких ужесточений, которые на людей действуют угнетающе, мы затронули тему, что все-таки у людей проявляется какая-то немотивированная агрессия, и они себя ведут, может быть, более как-то импульсивно, реагируя на всевозможные раздражители. И, в частности, это происходит больше заметно, может быть, в соцсетях, поскольку человек, может быть, в лицо другому человеку не скажет гадости. Это те самые, которые может написать в комментариях где-то под каким-нибудь постом. И почему вот странно так происходит, что в личной встрече, может быть, люди не захотят говорить какие-то, может быть, неприятные вещи, но с огромным удовольствием выливают свою желчность, накопившиеся какие-то отрицательные эмоции, вот просто чтобы кому-то написать что-нибудь гадкое и неприятное? Ой, очень хорошая тема, и я думаю, что она намного глубже, чем даже мы заявили, потому что соцсети, во-первых, они имеют огромное сейчас, я даже не знаю, не то что распространение, да, огромную силу, потому что, во-первых, большая часть из нас ушла в онлайн, что мы первым делом делаем, мы используем соцсети, и они стремительно развиваются. И то, что я даже подняла историю, когда первые соцсети, ну вот первая я нашла LinkedIn, был в 2003 году, Facebook в 2004, это там 16 лет назад, и мы помним, что 16 лет назад не было ни этой культуры, ни, я думаю, какого-то понимания и желания что-то где-то зайти, и в Facebook, ну, может быть, и было, но, конечно, не в таких количествах. Конечно, за 15 лет соцсети, в общем, набрали силу и власть, по сути, через соцсети, всем кажется, что они получили какую-то власть над другими, и начинают использовать абсолютно в любых возможных и невозможных вариантах. Я вот пока думала как раз перед эфиром, хотела сравнить соцсети с каким-то оружием, неоружием из любого американского фильма, да, когда хорошая была задумка, и потом плохие ребята украли эту задумку и стали использовать ее же, но только в негативных целях. И вот сейчас, я уверена, все создатели соцсетей, у них было очень позитивное намерение, да, что люди будут общаться, и там огромное количество у них плюсов, но люди используют так, как используют. То есть так, как мы умеем, так, как мы живем, так, как мы понимаем эту жизнь, так мы и мы используем соцсети. И, конечно, вот это вот, я не знаю, лицемерие, что ты в лицо человеку не можешь сказать какую-то гадость, но можешь ему написать, но при этом все равно в соцсетях видно, что это ты написал чаще всего. Мы не будем говорить там про скрытые профили, да. Что это меняет, не знаю, почему человеку кажется, что написав это не так страшно, и это будет по-другому, чем если он скажет в глаза, я думаю, что это, конечно, иллюзия. Тем более, что вот вы упомянули, действительно, скрытые профили, ведь есть и возможность у некоторых людей выдавать себя, ну, представлять себя более в выгодном свете, чем есть на самом деле, и, ну, известно, что чаще всего там какие-то такие циничные мачо, которые рассуждают там о женщинах, могут оказаться прыщавыми подростками, которые совершенно просто вот они пишут о том, какими бы они хотели быть, вот выражаются, и много других таких же примеров, и даже ловят и знаменитостей, ну, людей достаточно публичных и известных, что они могут сфотографироваться на фоне, скажем, роскошного автомобиля, которым они не обладают, или блогеры, которые фотографируются на фоне самолета, якобы они куда-то улетают, а потом на самом деле выясняется, что это или фотомонтаж, или просто, ну, то есть вот в соцсетях все хотят выглядеть чуточку все-таки более привлекательнее, ну, даже и не чуточку привлекательнее, чем в реальной жизни. Это тоже какой-то удивительный, странный момент вот в соцсетях. Ну, тут я скажу, что это не совсем плохо, и на самом деле, если мы говорим там про коучинг или какие-то техники личностного роста, они тоже говорят о том, что в идеале надо чувствовать себя уверенным, да, если это в разумных размерах, если ты сфотографировался на фоне, не знаю, там, дорогой машины, Бентли, и ты от этого получил какую-то дополнительную энергию, и ты понимаешь, что ты эту Бентли хочешь, и ты будешь что-то делать для того, чтобы через год, через два сфотографироваться на фоне своей машины, это очень здорово, да, потому что, опять-таки, иначе мы уходим в иллюзорный мир. То есть я сфотографировался рядом с этой машиной, она не моя, моей никогда не будет, я ничего не хочу делать для того, чтобы такая машина у меня была, но я получил свою минуту славы, наверное, да, на этой фотографии, там, в Фейсбуке, в Инстаграме, все порадовались, но после этого, мне кажется, идет такой конкретный откат назад как раз у того человека, потому что ты прекрасно понимаешь, что ты создал вокруг себя эту краткосрочную картинку, и делать ничего не будешь, то есть, по сути, ты сделал себе хуже. Мне всегда очень нравится такое, как бы, убеждение о том, насколько мы вообще интересны другим. Это вот или минута славы, или минута не славы, чтобы ты сделал хорошо или плохо, люди о тебе забудут, там, да через пять минут они пойдут заниматься своими делами. А ты старался, что-то сделал, потом еще получил какую-то моральную травму, потом еще там какие-то последствия наступили. Нужно просто понимать, что ты делаешь и для чего тебе это нужно. Это вот два первых коучинговых вопроса. Чего ты хочешь и почему это важно, да, то есть, что ты хочешь от этой картинки, чего ты хочешь добиться и почему в данный момент тебе важно показать вокруг себя ситуацию, которой нету или картинку, которой нету. Но, с другой стороны, ведь ситуация, которая происходит в соцсетях, она действует иногда угнетающе, потому что, если мы смотрим на жизнь других и невольно сравниваем вот себя, мы видим, что, боже мой, они уже вот в четвертый раз за год отправились там какая-то пара в отпуск, а я не могу себе позволить за два года, например, какого-то отдыха. Я вижу, что кто-то хвастается, ну, вот какими-то приобретениями, там, переездом на новую квартиру или какими-то путешествиями или какими-то событиями в жизни, которых у меня нет. С одной стороны, это старый добрый анекдот, когда пенсионер приходит к врачу и говорит, что вот там мой там 80-летний сосед там может женщиной там пять раз, а я не могу. Или так и вы говорите, что вы можете. Собственно, ничто нам не мешает попытаться что-то сделать, но психически это не оставляет ли какие-то травмы вот пребывания в соцсетях, когда нам все время кажется, что наша жизнь не такая интересная, мы добились не так многого вот по сравнению с другими людьми. Ну, смотрите, мы опять возвращаемся практически к тому, о чем, вернее, продолжаем говорить о том же. Первое, вы заходите в соцсети, что вы хотите там увидеть. Вы, если это Инстаграм или Фейсбук, в Фейсбуке чаще всего это друзья или контакты, люди, которых вы реально знаете. В Инстаграме, конечно, вы можете подписаться абсолютно на всех, и на миллионеров, миллиардеров, и смотреть, какой прекрасной жизнью они живут. Вот вопрос, что вы хотите получить из этих соцсетей. Мне очень нравятся фразы, что есть черная зависть и есть белая зависть. Черная зависть – это когда ты желаешь, чтобы у того человека кому-то завидуешь, все стало плохо или хотя бы так же, как у тебя. Белая зависть – это когда ты понимаешь, что это круто, и ты тоже так хочешь, и ты тоже что-то будешь, чтобы у тебя это было. И поэтому вот с каким настроением мы заходим в соцсети, и что мы хотим там увидеть, и на кого мы подписаны – это большая история. Если мы заходим для того, чтобы убедиться, что те люди… Я не знаю, почему нам кажется, что они там родились… Конечно, есть дети миллионеров, миллиардеров, которые правда живут хорошо и богато, это другие страны, такое может быть. Но почему не подписаться на людей, которые сами себя сделали, которые сами всего добились? Я в основном подписана на таких, которые жили в Губинке или где-то в России, или еще что-то. Сейчас они живут в Америке, имеют много частных домов. И я с удовольствием слушаю их историю успеха. Я понимаю, какой огромный путь они прошли, сколько они сделали, как часто они ошибались, как часто они падали, банкротились, прежде чем они достигли того, чего они достигли. Вопрос в другом. Мы очень не хотим ничего делать, и нам хочется, чтобы нам все прилетело, нам все дали. И, как мы говорили в прошлом эфире, в ожидании, что государство выплатит, или кто-то нам оставит наследство, мы все время на что-то это надеемся. Я думаю, что это ровно ответ на вопрос, почему. Нет ли здесь, скажем, какое-то ограничение по времени, сколько можно? Через какое время человек, погружаясь в этот иллюзорный мир, может переключиться из белой в черную зависть? То есть не вредно ли для психики все время находиться в этом виртуальном мире, где люди в основном, ну, все сфотографированы, все красивые, все в каких-то новых нарядных платьях, с выгодными какими-то подсвеченные там. И реальная же жизнь, мы видим себя в зеркале, просыпаясь утром, там, небритыми, может быть, с опухшими там какими-то лицами. И мы начинаем испытывать какой-то, может быть, комфорт, дискомфорт именно от того, что вот кажется, что там все так как-то прекрасно у других людей, а вот я вот, чего-то вот мне недостает в этой жизни, вот что-то я недополучаю. Ну, тут у меня есть два ответа. Первое, это зависит от того, как мы смотрим на мир. Мне очень нравится, вы можете смотреть на мир как муха или как пчела. Мы выбираем сами, да, но я не буду продолжать, как муха видит этот мир, и что она видит, да, и что ей нравится, и что пчела видит. И второе, это, конечно, перекладывание ответственности абсолютно элементарно на какие-то соцсети, и это перекладывание ответственности на деньги. Если бы у меня были деньги, я бы сделал, если бы я жил, как те люди в Инстаграме, я бы тоже достиг бы многого и так далее, и так далее. Вот это вот как если бы, оно очень мешает двигаться. И почему сейчас и коучинг, я думаю, что он будет получать огромное распространение, это именно потому, что коуч может вернуть человеку его ответственность и помочь составить визию и план вот этого вот якобы светлого будущего. И когда человек встает, смотрит на себя в зеркало и говорит, боже мой, почему в Инстаграме все под пальмами, а я вот здесь, так вопрос, а чего ты хочешь, как ты хочешь вставать, где ты хочешь просыпаться, давай садиться, составлять план, давай работать, давай действовать. И я хочу сказать, что многие клиенты, и не только клиенты, сколько людей мы потеряли при переходе от слов к делу. Да, все люди теряются, потому что нужно что-то делать, нужно менять мышление, нужно работать, может быть, там больше или по-другому. Надо работать эффективнее, это нужно быть более эластичным. Ну, проще посидеть в соцсетях и пожаловаться на то, что у соседа лучше. Это правда, это так и есть, но это выбор каждого человека. Еще вот один аспект соцсети, который немножечко пугает, может быть, это советы, которые люди получают, вот именно как будто бы от пользователей соцсетей, наблюдая за чужой жизнью, сколько раз мы видели, например, ну, такие примеры, боже мой, там вот, кому нужны, там вот, зачем нужна эта засасывающая рутина, деньги, вот давайте вот займемся, поедем на Гуа, там вот, бросай свою нелюбимую работу, отправляйся в путешествие. Вот если представить себе, ну, человека, которому так вот промываются мозги, вдруг он бросает свою, скажем, не очень любимую, но все-таки стабильную работу, там, не знаю, условно говоря, продает квартиру или что-то еще и куда-то отправляется с котомкой за плечами, не испытает ли он страшное разочарование того, что спустя месяца два-три ему надоест странствовать по миру, а вернуться уже назад, его место рабочее будет занято, и вот не получится ли это каким-то крушением для всех его надежд и планов? То есть можно ли доверять каким-то, ну, вот как поставить какой-то фильтр от каких-то таких советов, которые дают люди беспечно, может быть, вот направо и налево, не являясь специалистами в данных областях, а просто вот разбрасываясь такого рода советами? Прекрасный вопрос, на самом деле, очень такой оригинальный, интересный, но я скажу так, прежде чем отправиться или что-то очень резко менять, что бы я, например, сделала? Я бы нашла тех людей и пообщалась, которые это уже сделали, потому что я знаю многих людей, они выступают публично, которые, правда, прошли весь этот путь, ровно то, что вы говорили, все продали, уехали куда-то там в острова, причем у них были большие деньги, и они сейчас, я забыла фамилию, у меня проблема с фамилиями, можно найти, по-моему, там 40+, как раз один из известных людей, который, он говорит, что это была самая огромная ошибка в том, что я сделал, что я все продал, я продал все бизнесы и уехал якобы за этой легкой жизнью. Да, у человека до сих пор есть деньги, но он абсолютно несчастлив. И вот прежде чем сделать вот этот вот шаг, я бы порекомендовала, опять-таки, использовать те же самые соцсети и пообщаться или найти людей, которые уже это сделали, они, правда, там счастливы. Те, которые счастливы, узнать как и почему. Те, которые разочаровались, это будет тоже ответ, что это было не так. Это раз. Второе, прежде чем что-то начинать, и говорим ли мы это о бизнесе или об изменении радикального образа жизни, ну, составьте небольшой так называемый бизнес-план. Ну, представьте пошагово, что это будет, как это будет. Вот сядьте, не знаю, потратьте на это вечер или целый день и вот постарайтесь распланировать. Вот я сегодня продаю там свою квартиру, она стоит 30 тысяч евро. Что я на эти 30 тысяч евро могу получить? Например, я могу купить этот билет на Гуа. Я туда приезжаю, потратил тысяч, у меня остается 29 тысяч. Что я там буду делать? Ничего не буду делать. Прекрасно. Значит, за какой период времени те деньги, которые у меня есть, я проем элементарно, да, или там потрачу на жилье, на еду? Ну, окей, мне, допустим, хватит этих денег на Гуа на 5 лет. Что будет через 5 лет? Чем я там буду заниматься? Я буду просто отдыхать. Понятно, что это полная деградация. И в плане всего и ментального вы потеряете и материальные, и ментальные какие-то знания. Либо вы туда едете, чтобы учиться, если учиться на кого и как. Или получать какие-то новые знания. Дальше. Вы получили эти новые знания. Что вы с ними будете делать дальше? Вы возвращаетесь, не знаю, там, в Латвию с этими навыками, открываете центр какой-нибудь, не знаю, там, господи, йоги, еще чего-то там. Это одна история. Вы ничего не открываете, вы ничего не делаете. То есть это все можно просчитать, это не так сложно и не так долго, да. И вы поймете ту точку В, в которую вы придете благодаря вот этому решению, которое вы сегодня делаете. Просто не надо, это не в магазине импульсивная покупка, когда вы у кассы берете, например, там, жвачку, да. Смена жизни, продажа всего, отказ от всего – это не импульсивное решение. Это осознанное, гораздо более осознанное, чем, наверное, жениться или поменять работу. 6,7,212, 9,3, 9,3. Сделайте, пожалуйста, только потише радиоприемник. У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, уже сделала, да. Я вот слушаю, и все это так вот красиво звучит, и звучит так же красиво, как картинка в Инстаграме. И меня в этом всем очень сильно настораживает вот эта ориентация наружу, ориентация на то, как и других, как та же самая белая зависть, да, она вообще-то, ну, она вообще не о человеке как таковом, да. И мне кажется, вот в этом всем забывается вот некая человеческая единица, вот какой-то вот абсолютно такой субъект, который вообще-то живет каким-то в первую очередь. Своими чувствами, своими переживаниями, своими страданиями, желаниями. То есть, ну, вот какое-то вот, ну, некое такое бытие уж, простите за это слово, да, а как-то вот все это выглядит. Вот посмотри, как у другого, если тебе хочется, то ты можешь это сделать. Да, в принципе, можешь, да. Только вопрос, где ты там сам человек, вот. И вот меня вот это больше всего смущает вот этой ориентацией на то, как у других, и это тот же самый коучинг, да, вот такой функциональность, да, эффективность, ну, какая-то рациональность. Ну, в этом всем прям очень сильно теряется человек. Ну, вот сам человек, мое такое ощущение. Спасибо. Как не потерять вот этого человека? Хороший вопрос, но я бы его разделила на две части. Первое, если мы говорим о соцсетях, то это визуал. Это визуальная картинка, и рассказать картинкой или постом о глубоком внутреннем мире, я думаю, что это невозможно. Это немножко другое. И вот женщина позвонила, это очень правильно, но я думаю, что, исходя из вопроса, она не активный пользователь соцсетей в том плане, чтобы сидеть, смотреть за другими, да, и переживать, почему у нее этого нет. То есть у нее фокус совершенно направлен на свои внутренние ценности. Что касается коучинга, он работает на всех уровнях. Просто первый уровень действия, он самый эффективный, самый доступный. На самом деле есть пирамида логических уровней, которая говорит о том, что вначале коучинг работает всегда на нашем действии, наше окружение. Это первые два уровня. И потом мы выходим способности, ценности, и я, кто я есть. Это как бы коучи. Почему они все время говорят с этих низших уровней? Потому что чаще всего с этих уровней надо начинать с людьми работать. Если бы мы говорили о том, что давайте мы соединим вас с вашими ценностями, все бы сказали, боже мой, это какие-то новые пророки в своем отечестве. Это мы тоже слышим, кстати. То же самое там хейтеры, не хейтеры, да, да кто вы такие? Как вы можете вообще говорить о моем внутреннем мире? Поэтому тут история, что бы мы ни говорили, всегда плохо. Да, мы уже к этому привыкли. Когда мы начинаем с людьми работать, мы доводим человека до цели, и не меняя свой внутренний мир и свои какие-то убеждения, и свое какое-то мышление, он не достигает этих целей. И поэтому в любом случае на своем пути, потому что клиент или человек, он проходит только свой путь, ему невозможно нарисовать картинку, как стать другим человеком. Он сам для себя только знает, где он хочет быть. И поэтому что ему для этого надо, это тоже прорабатывается индивидуально. Ну вот, если я ответила. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим программу. Телефоны в студии 6212-93-9-6213-93-9. Напомню, что сегодня мы говорим с коучем Ольгой Троицыной. Мы вернемся скоро. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Ольга Троицына, коуч у нас на прямой связи, у нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел спросить у вас вашей гости. Я на коучинге не был, я на бизнес-тренинге был. Ну, по коучингу и по бизнес-тренингу у меня вопрос в книге. Как вы относитесь к тем людям, которые ведут бизнес-тренинг или коучинг почему-то, но этим не занимаются? Я не говорю про коучинг, с этим не сталкивался, про какие-то там статисты. Я про бизнес-тренинг был. Когда я лично задал вопрос про бизнес, чем вы и каким бизнесом занимаетесь у этого, это раздражение, это мягко говоря, все даже, ну, все, кто были на курсах, они очень удивились. Потому что раздражение ведущего этого, да, учителя, как его назвать, было очень сильным. Потому что, ну, такой, как пример, что он пытался, конечно, это никого не впечатлило и не переубедило, когда он сказал про спортсмена и тренера, что хорошие спортсмены, хорошие тренеры, это разное, это не работает, это не спорт, бизнес, да. И вот как вы относитесь, как может человек преподавать там по поводу бизнеса или чего-то, когда он сам этим вообще никогда не занимался, у него его нет, но он всех остальных учит. Это как минимум, ну, не внушает доверия. Спасибо. Спасибо. Ну да, вот условно говоря, как стать миллионером, а преподает нам не миллионеры. Вот сразу возникает вопрос, а почему же он сам не добился этого? Ой, я попробую ответить не хаотично, потому что я тоже задавалась этим же вопросом, и я пришла в коучинг после 15 лет бизнеса именно потому, что мне казалось, что раньше мне тут делать нечего, да, или там в менторинг быть бизнес-наставником. Но смотрите, я этот вопрос изучала на примере психологов. Если человек приходит к психологу, должен ли психолог быть абсолютно, жить, не знаю, там, если мы говорим о Латвии, да, в своем частном доме, иметь мужа обязательно, двоих детей, животных, и представлять такую как бы голливудскую историю, да, американскую сказку для того, чтобы работать с человеком, с его какими-то проблемами. И если мы возьмем статистически психологов, я не думаю, что они все представляют тот идеальный образ, которым бы хотелось идти, но люди идут к психологу, потому что они понимают, что он обладает, и он много лет учился, он обладает какими-то знаниями, благодаря которым он сможет этому человеку помочь, потому что знания и навыки, и наша отдельная жизнь, наше окружение, это все-таки немножко разные вещи, да, человек может знать и научить, как писать книгу, но он может не написать книгу, потому что ему нечего сказать, ему нечего писать, да, и точно так же бизнес-тренеры, да, если вы идете, вы берете себе наставника или ментора, тут я вижу, что должен быть человек, и он, скорее всего, есть именно из этой области, из этой отрасли, который просто берет над вами шерства и помогает вам двигаться потом, карьерной лестнице развиваться, это ментор. Бизнес-тренер, он тренирует какие-то навыки, ему самое главное, донести какую-то систему, то есть если вы пришли на тренинг продаж, например, он вам дает схему и систему продаж, это не значит, что он сам продает самолеты или нефть, да, и зарабатывает на этом деньги, и по идее правильно взять какие-то навыки, начать их использовать и добиться успеха в том, что вы делаете, да, потому что у каждого свой путь. Точно так же можно задать вопросы преподавателям в университете, как вы преподаете там экономику, когда вы не являетесь владельцем бизнеса, но преподаватель, это совершенно другая история, да, он вам дает навыки, знания и какую-то базу. Точно так же и коучинг, это набор инструментов, да, и любой человек может выучиться на коуче, причем это достаточно недолго, да, и вопрос, как вы потом нарабатываете эти часы, где вы потом находите эту клиентуру. Если вы, там, не очень хороший коучинг, значит, у вас нету клиентов, и, скорее всего, ваша карьера на этом закончится. Если вы хороший коучинг, то вас передают из рук в руки, рекомендуют, потому что верят, что вы можете, но ты также можешь быть еще параллельно ментором. То есть и вот это вот преподавание навыков и своих знаний, которые ты получил на протяжении времени, да, или быть самим успешным, мне кажется, это все равно две разные истории. Ну, мы надеемся, что мы ответили на вопрос. 6212-93-9, 6213-93-9. Если вы хотите задать другие вопросы, пожалуйста, звоните. Но мы немножко отклонились от темы нашей сегодняшней беседы, мы говорили про социальные сети. Вот есть еще один крючок, которыми держат нас социальные сети, они практически вот подсадили, мне кажется, на этот крючок, ну, если не половину, может быть, даже и больше планеты. Это лайки, вот этот маленький значок, когда мы ждем, опубликовав какую-то новость о себе или фотографию, мы начинаем судорожно проверять, сколько человек откликнулось, вычислять, кто поставил нам лайк, а кто не поставил, и думать, что ах так, вот я тебе тогда тоже вот в следующий раз твоим постам не буду ставить лайки. И сравнивать, может быть, опять-таки завидуя вот тому, кто собирает большое количество всевозможных лайков. Вот эта зависимость от того, лайк, ну, вот, господи, уже в русском языке появилось это вот слово лайкнуть. Лайкнули тебя или не лайкнули? Ой, я думаю, что это связано с тем, что нам нравится, всем нравится, да, и мы очень любим, когда нас хвалят, нам очень нужна позитивная обратная связь. И это происходит, на самом деле, я думаю, что с утра до вечера, то есть мы приходим на работу, и мы очень хотим, чтобы на работе наш начальник оценил то, что мы делаем, хотя бы похвалил, тут вообще вопрос не в деньгах, да. Если мы, ну, с друзьями, наверное, проще, хотим мы друзей все время какой-то благодарности, может быть, и нет, поэтому мы дружим с людьми, да, что там взаимная какая-то, взаимный интерес, да, и мы дополняем друг друга. Вот, и точно так же все эти социальные сети, если мы поехали в отпуск, а если это отпуск один раз за весь год, конечно, мы хотим всем рассказать о том, что тоже, смотрите, как классно я отдыхаю, я тоже где-то успешный, я тоже красивый, отметьте это, пожалуйста, да. Тут опять, если мы не уходим в какой-то, ну, как бы, в неадекват, мне кажется, в этом ничего плохого нету. Если ты об этом сообщил, люди написали, класс, я тебя поздравляю. Мне больше нравится, когда люди в соцсетях сообщают все-таки о своих каких-то достижениях или смене чего-то, да, это чаще всего я вижу, что люди сообщают о том, что вот я сейчас, например, там, работаю не на этой работе, а на этой, я сменила профессию. Люди тогда там говорят, поздравляю, все очень здорово, мне кажется, сейчас коронавирус как раз очень здорово почистил вот этот вот визуал, и это было уже в марте, еще в первую волну я читала о том, что огромное количество отписок у звезд, которые транслировали только красивую жизнь, да, это моя новая сумочка, это моя новая машина. Да, у нас что-то чуть-чуть со связью приключилось. До марта месяца было много поклонников и много, как вы говорите, лайков, я знаю... Меня слышно? Слышно, вот сейчас вроде бы слышно стало, да. А, так, все, может быть, у меня связь прервалась. Вот, да, и к тому, что как раз у этих людей стало гораздо меньше подписчиков, потому что людям перестала быть интересна эта красивая жизнь, и огромное количество подписчиков и лайков как раз стало у людей, которые стали как-то практически помогать пережить вот это вот как бы тяжелое время, стали давать какие-то советы или возможности работы, да, или еще что-то. Поэтому вот этот визуал, он ушел, я не знаю, вернется он или нет, да, те люди, которые просто красивую жизнь транслировали. Но то, что нам всем хочется, чтобы нас оценили, только мне кажется, что очень здорово, чтобы нас оценили за наши, опять-таки, поступки, за наши какие-то классные мысли, за наш какой-то вклад в социум или за то, что мы правда можем чем-то людям помочь. И тогда я думаю, что и лайков, и позитивных комментариев будет гораздо больше. Но я смотрю, что у нас время подходит к концу, мы можем поговорить о положительной стороне соцсетей, мы все говорим о том, что все плохо и плохо. Можем поговорить, конечно, и об этом. Тем более, что соцсети дают возможность наладить контакты и обрести каких-то новых друзей, может быть, с которыми мы не встречались в реальной жизни, друзей из других стран. Здесь много чего. Ну, там не только много чего. Тут еще вопрос, как мы это используем. Тут огромные открывают возможности соцсети. И если бы люди тратили свое время не на то, чтобы читали посты своих соседей и писали там что-то, а за это время открыли пост какого-то человека или из профессии, в которой вы работаете, что-то в этой профессии, что-то новое, или какого-то эксперта, который может просто немножечко работать над вашим мышлением и поменять ваше восприятие этой жизни, это и жизнь стала бы гораздо более качественной, и использование соцсетей. Потому что сейчас соцсети еще с первой волны, это март-апрель, стали огромной площадкой для развития бизнеса. И если даже посмотреть акции, компании, которые растут, это как раз все интернет-платформы, это российские, которые продают онлайн-курсы, которых стало огромнейшее количество. Они стоят совершенно недорого, и ты можешь пройти сейчас все курсы. Благодаря соцсетям мы получили доступ к людям и к семинарам, и к тренингам, которые стоили огромных денег. И если даже посчитать, если мы будем использовать соцсети для собственного развития и обучения, тут считать как бы, что ваших денег становится меньше из-за какого-то кризиса, вы посчитайте, какие деньги вы экономите. Я записываю даже те конференции, в которых я сейчас участвую, и я представляю, сколько бы это стоило, если бы я на эту конференцию поехала или в Москву, или в какую-то другую страну. Я таких денег, может быть, даже и не зарабатываю. Сейчас у меня есть эта возможность. Точно так же есть огромная возможность или сменить, или дополнить свою профессию. Опять-таки, есть куча курсов, есть очень много новых онлайн-профессий, связанных с теми же соцсетями или с интернетом, которые имеют развитие, и благодаря которым можно получить дополнительный доход и потратить свое время на то, чтобы обучиться. Кто-то учится вести страницы в Инстаграм, кто-то занимается различными чат-ботами, да чем угодно. И соцсети дают эту возможность. Помимо того, что мы можем благодаря тем же соцсетям узнать какую-то интересную информацию, прочитать, кто прочитал какую хорошую книжку, тут же эту книжку скачать и опять-таки наполнить и дополнить себя. И потратить это время для себя с пользой, да, помимо, как бы, общения. Мне очень нравится, когда соцсети используют как, как это, коллективный разум, да, когда задают вопрос, и у нас тоже есть группа, там, например, полезная информация, да, где достать тот или тот, а где прочитать, кто с чем-то сталкивался. То есть огромное количество позитивных групп, которые дают важную информацию вам для развития. И вот почему-то, вот в таком ключе довольно мало говорят про соцсети. Все в основном говорят, да, что есть хейтери, есть вот эти соседи, которые портят вам жизнь. Но такие люди, они были и до того, просто на самом деле они как-то больше проявлялись, наверное, в реальной жизни, срывались, как мы в прошлом эфире говорили, в магазинах, там, на продавцах или где-то в общественном транспорте. Сейчас у них есть площадка, есть такая возможность высказаться, как им кажется, где-то чуть-чуть анонимно. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Алло. Алло. Здравствуйте. Вы знаете, пожалуйста, сделайте. Подъявление, что... Да-да, я украл. А, да. Соцсети, это, я как раз думал, это вот жвачка, которую люди любят мятную, одни любят фруктовую. Но есть такое мнение, что данная жвачка, она запрещена детям в подростковом возрасте. То есть, к чему, почему, так думаю. Понимаете, соцсети, они, если взять пользу, отношение выборку, пользу к негативу, то, конечно, будет побеждать негатив. Общение, общение, постижение законов, постижение каких-то законов природы, ну, совершенствование своему устного развития, мы не получим от людей, которые, ну, как сказать, от людей, которые получили уже где-то. То есть, ну, учителя очень трудно найти в соцсетях, очень трудно. А чаще это люди, которые... Вопрос, у вас вопрос есть? Вопрос следующий. Вопрос следующий. Почему таким образом, вот вы, в частности, не делаете срез объективный соцсетей, вот срез объективный, а вы выступаете за? Да. Вот я лично, я не вижу очень большой пользы, ну, не то, что пользы, а да, очень большой пользы от общения в соцсетях. Я вижу. Да, спасибо, спасибо. У нас просто мало времени. Я даже не знаю, как переформулировать покороче этот вопрос. Наверное, вопрос, вот не травмирует ли психику подростков, ну, вот и детей, вот с какого возраста соцсети все-таки можно воспринимать как помощника, и нужно ли направлять вот детей в их общении через соцсети? Вопрос относительно детей и подростков, на самом деле, очень актуальный, и, правда, времени мало. Я бы тоже с удовольствием как бы на эту тему поговорила. Тут, наверное, зависит, во-первых, от семьи и от того, насколько близко мы с нашими детьми общаемся. И знаем ли мы, где они сидят, что они смотрят и кого они слушают? Если вот общаться с детьми побольше, то чаще всего, особенно если это, там, не подростки уже, там, 17-18 лет, они, конечно, не расскажут, где они и что они в Гугле прочитали. Но дети помладше, чаще всего они приходят и обсуждают, какую информацию, где они получили. Меня больше, там, у меня двое сыновей, да, там, вот младшему 12, меня больше какой-то момент настораживало, когда младший приходил и говорил, что это круто быть блогером, да. Вот они вообще сидят, ничего не делают, на YouTube сняли какой-то ролик, им степятся миллионы. Что я сделала? Я стала изучать это все, да. И не то, чтобы я стала блогером, но он пошел в блогерскую школу. Ну, мы подняли огромное количество информации о том, как же стать этим блогером и как стать тем один на миллион, который получил этот миллион. Это огромная работа. И чаще всего и проще всего найти нейтральную профессию и работать, чем надеяться на то, что ты станешь вот этим вот блогером-миллионником, да, потому что это тоже непросто, и там, как бы, своя история, как этого всего достичь. Это раз. Раз. Два – это, конечно, информация в Гугле, и недавно я читала как раз эксперимент, не эксперимент, а настоящий как бы случай, когда, ну, в общем-то, подросток получал очень много разной информации из Гугла, и, например, там, расовое какое-то превосходство, да, что там пелокожие, темнокожие, кто лучше, кто хуже, и в Гугл ЖК ты забиваешь одну фразу, да, или, ну, вот на примере женщины лучше всего, того, что женщина – это зло. И если ты в Гугле наберешь «женщина – это зло», то дальнейшая подборка, скорее всего, будет на тему того, что женщины приносят только проблемы, да, и вы найдете огромное количество информации о том, что от женщины дни беды. А другой, наоборот, ребенок там, женщины могут в этой жизни помочь. И он получит информацию и пласт информации об этом. И вот очень важно вот эта вот, наверное, пропорция и вот эти вот поисковики, и куда вас заводят, потому что от этого, конечно, формируется наше мировоззрение и формируется наше мышление, да, и наши какие-то убеждения, так, что хорошо, а что плохо в этом мире. И, соответственно, за этой историей мы и пойдем. И если мы ни с кем не обсуждаем, и дети не обсуждают с вами, что они прочитали, что женщина – так это зло или добро, или все-таки правда, она где-то посередине, вот тут, наверное, это больше будет ответственность родителей. Но то, что это есть, да, это, я думаю, что еще долго это будет, и как с этим бороться, я даже не знаю. Мне показалось, что вот в вопросе нашего прошлого слушателя был и вот такой момент. Можно ли найти коуча через социальные сети? То есть вот можно ли встретить тех людей, которые могут себе, ну, условно говоря, учителя, который тебе может помочь, чьим советом ты можешь доверять? Ну, я нашла себе коуча именно в Инстаграм. Почему Инстаграм? Потому что это классная визуальная сеть, и там можно получить огромное количество информации. Во-первых, через посты человек транслирует то, что он думает. Есть эфиры прямые, да, это вот как мы с вами общаемся, точно так же есть огромное количество прямых эфиров, ты можешь послушать этого человека и понять, он вообще говорит что-то созвучное с твоими ценностями, да, может он тебе помочь или нет. Плюс там есть отзывы, плюс там можно вложить копии всех своих документов. То есть перед тем, как идти к специалисту, здесь, мне кажется, даже если вы в оффлайне, мы ходили к специалисту, обычно мы делали по рекомендации. То есть кто-то приходит и говорит, ой, я туда сходил, там было здорово. И спрашиваешь ты документы у этого человека? Ну, скорее всего, нет. Если ты приходишь в кабинет, там, может быть, какие-то дипломы висят, у меня тоже много раз было, приходили люди, первое, что они сделали, они смотрели у меня на стенке все мои дипломы и сертификаты, и потом продолжали работу, да, со мной. Инстаграм дает эту возможность, потому что они у меня... Мы опять немножко теряем связь, к сожалению. Да, у нас что-то все-таки возникло под конец программы проблемы со связью. К сожалению... Связь, связь. Да, у меня все хорошо. Вот сейчас какими-то такими урывками, к сожалению, слышно, Ольга. Сейчас слышно меня? Вот сейчас слышно. Ольга? Мы пропадаем, все равно пропадаем, наверное, но уже время заканчивать эфир. Я думаю, что мы обязательно продолжим темы, вот, может быть, подростки в соцсетях, блогерство, и вот эти темы затронем в каких-то следующих наших беседах. Огромное спасибо. Коуч Ольга Троицына сегодня была с нами на прямой связи. Спасибо всем тем, кто звонил в студию, задавал вопросы. Мы обязательно сообщим, когда будет новая наша встреча с Ольгой. Ей говорим спасибо и до новых встреч. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Балтком.